Так, 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 секундочку, всё проверим, всё проверим, ту-ту-ту-ру, ту-ту-ту Так, 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 проверяю, всё ли работает, вроде бы всё работает Так, ну, смотрите, короче, ситуация следующая Я делаю стрим, условно, голосовой в Телеграме И параллельно веду запись, дабы потом этот выпуск опубликовать на Ютьюбе При этом выпуск будет исключительно именно подкастового формата Там никакого видеосопровождения не будет Я в заставку вообще поставил свою фотографию такую, условно, актуальную А смысл этого ролика в следующем Я ранее, примерно раз в год записывал какой-то выпуск на Ютьюбе Где, в принципе, рассказывал о том, кто я такой, какие у меня планы, чем я занимаюсь Вот, и потом, как бы, ну, чтобы, короче, отвечал на заранее задаваемые вопросы, собственно, вот и всё Сейчас, в целом, я понял одну простую вещь Аудитория, которая приходит смотреть профессиональные смешанные единоборства Она постоянно обновляется И с учётом того, что наша, в принципе, индустрия информационная, журналистская В плане ММА на достаточно скудном уровне находится Люди, мягко говоря, ну, не владеют базой Они не понимают истинной расстановки вещей Who is who, кто, почему и как Вот, они просто, короче, идут на поводу Комментаторов, там, которые им какую-то хуйню рассказывают На стримах они слушают какую-то дичь Вот, которая абсолютно никакого не имеет отношения к реальности Они в целом не способны оценить дистанцию, там, да, в 10-15 лет 20 лет существования ММА, да Я вот в этом выпуске, опять же, ещё раз повторяю Расскажу немного о себе Расскажу о последних каких-то событиях Которые повлияли на то, чтобы я записал этот выпуск Ну, в общем, вот примерно в таком режиме Если формат зайдёт, то буду, возможно, да, время от времени Какой-то такой контент записывать По крайней мере, раньше была аудитория Которая такой формат заходил плюс-минус Теперь смотрите Меня зовут Егоренков Михаил Мне 35 лет живу я в Новосибирском Академгородке Что, в общем-то, не тайно и тайной никогда не являлось То есть те люди, которые подписаны мне давно-давно Ещё раз повторяю, они эту информацию прекрасно знают Потому что я эту информацию неоднократно озвучивал И, как бы, здесь, ещё раз повторяю, никаких секретов нет Я, в общем-то, в определённый момент заинтересовался Смешанными единоборствами как спортом именно Как зритель, как фанат И, как бы, просто начал искать какие-то сообщества, паблики В социальных сетях тогда был популярен контакт И сообщество, в котором я прямо сел достаточно плотно Это был паблик под названием «По морде» Старожилы, наверное, его даже помнят и знают И что показательно, именно из «По морде» потом впоследствии вышло Достаточно много активных личностей Которые создавали какие-то свои сообщества, свои проекты на около-ммашную тему Ну, это показательно, что я вот именно попал в такой пик интереса развития Когда очень много людей этим интересовалось И среди этих людей действительно было очень много адекватных ребят Либо уж, как минимум, целеустремлённых Впоследствии, как бы, развивая свои сообщества уже Когда мне забанили на «По морде» и так далее Я сделал сплит-десижн И на базе сплита, в общем-то, приобрел некую популярность определённой аудитории В 2018 году, соответственно, на канале «Сила ТВ» Начали показывать турниры UFC И они, в определенный момент, охватавшись негативных комментариев на тему комментаторов Которые эти турниры, собственно, комментировали Вот такой каламбур Объявили а-ля конкурс Типа, кто хочет, любой желающий, залетайте Типа, проведёте эфир, покажете, что можете Я им заявку кинул, они заигнорили Как потом выяснилось, потому что я, типа, нахожусь в Новосибирске Но я с ними связался Их подписчики там покошмарили немножко в комментариях ВК Они мне написали Вот, и так и сказали, что мы вообще-то в Москве Я говорю, да не вопрос, я прилечу Я прилетел за свой счёт Я им откомментировал турнир Я им накинул пару идей касаемо аналитической программы И вот мы впоследствии с ними, по сути, год работали потом Я летал в среднем два раза в месяц Покомментировал турниры Записывал программу аналитическую для их канала За это, в общем-то, ну, в общем, как-то так Как-то так мы с ними сотрудничали Потом права на силу у людей закончились У силы, соответственно, закончились Парна трансляции турнира UFC в России Вот, матч опять их выкупил, эти права И, собственно, как бы с тех пор у меня сотрудничество с ними прекратилось Ресурсы я всё я не забросил, естественно По-прежнему продолжал их развивать Перешёл почти полностью в Telegram В связи с семейными обстоятельствами, с рождением ребёнка Где-то у меня там активность падала и так далее Но вот на данном этапе, опять же, регулярно смотрю турниры Регулярно публикую контент Есть, опять же, своё комьюнити определённое Которое интересно общаться, что-то обсуждать Именно в том формате, в котором я это делаю И мне это, в общем-то, нравится Пока забрасывать не планируем И, в общем, суть следующая Давайте немножечко в целом вам такой Исторический экскурс на тему UFC и так далее Очень часто люди, которые начинают смотреть UFC Особенно они же пытаются, если это молодые ребята Как-то себя отождествлять с бойцами То есть для них, когда они там условно 17, 15, 20 Да даже, допустим, 25 Если они особенно когда-то занимались спортом Для них бойцы являются зачастую неким примером Типа, у нихуя, он какой-то, блядь, крутой, охуевший пиздец Блядь, я бы таким хотел быть Но на самом деле, если разобраться То очень часто бойцы профессиональные Это люди необразованные или образованные плохо Имеющие проблемы с законом Либо имевшие проблемы с законом Либо в перспективе, в ближайшем будущем Они их будут иметь То есть они воспитаны с какими-то странными моральными ценностями И когда становишься за следы, ты это понимаешь Но у молодых как бы не так И когда они слышат, что их кумир, например, критикует Дану Уайта как начальника О, пидорас, денег не доплачивают, гандон, меня наебали там Или что-то еще, конечно, он волей-неволей занимает его сторону И люди начинают, соответственно, как бы хейтить Дану, допустим Но при этом они не понимают немножечко масштабов То есть и в их голове, когда они начинают смотреть этот спорт Они видят, что существует большое количество организаций Есть Russian MMA, есть там всякие PFL Вот Беллатор пока еще плюс-минус живет И UFC лишь как одна из организаций Ну, понятное дело, самая топовая, самая мощная И вот Дану Уайт президент этой организации А по факту, если посмотреть и разобраться чуть глубже Дану Уайт не только президент UFC Он, по сути, является создателем этой организации То есть, когда он родил эту идею, в общем-то, да, о выкупе UFC Вот, и пришел за деньгами к братьям Фертита Которые стали, естественно, владельцами основными, да Вот, он, как бы, по сути, еще раз повторяю, родил UFC А если копнуть чуть поглубже Он, по сути, создал смешанные единоборства В том виде, в котором они есть Потому что, когда они выкупали эту организацию У братьев Грейси, там, у других, скажем так Ну, у братьев, у клана Грейси И у других инвесторов каких-то Они выкупали это просто как некие, блядь Некое фрик-шоу, мордобой Которому относились крайне сомнительно И они уже потом, впоследствии, начали внедрять Вот эти вот весовые категории Создавались правила Чтобы это более или менее как-то удобоваримо выглядело Вот И, собственно, UFC в лице уже, как бы, да Более серьезной организации Под предводительством Дана Уайта Впервые вышла на кабельное телевидение Заключила контакт с каналом Spike Вот И они же первые придумали формат шоу какого-то, да Там, за Ultimate Fighter То есть, Дана Уайт является не просто президентом организации Он является, в принципе, создателем этого вида спорта Как такового Чтобы люди понимали некий масштаб И, в основном, как бы, хейт на Дану, конечно же Ну, по мелочи В том, что, типа, о, бля, меня наебали Мне мало платят, недоплачивают Но огромная волна понеслась Когда они запретили бойцам Надевать шорты там всякие и так далее С брендами фирмы Получать за это, по сути, за них деньги напрямую То есть, они обязали их, по сути, носить у них форму И так далее Типа, о, ебать, мне запрещают там зарабатывать деньги Вот, за что, типа, они с меня не так делают А по факту получается, что Боец UFC в данном ключе Выглядел просто как ходячий баннер То есть, неважно, какие рейтинги он занимает Неважно, что он на себя представляет Самое важное, что он появляется в клетке В это время на него будет смотреть, там, грубо говоря Тысячи, сотни тысяч людей Смотря, там, на какой турнир, миллионы Главное, чтобы на жопе вот что-то лого было То есть, в данной ситуации эти бойцы В отличие от спортсменов в других каких-то, да, там, видах спорта Они не представляли себе интерес за пределами клетки Вот это основа То есть, по факту, да, они являлись в данной ситуации Нахлебниками труда компании И это, конечно же, абсолютно неправильно В этом ключе, как человек уже более взрослый Я прекрасно понимаю Зачем это нужно было UFC За ничем они это реализовали И при этом, при всем При этом, при всем Надо понимать одну простую вещь Что этот дополнительный доход Который появился у компании Контролируемый Позволил в том числе и развиваться Проводить больше турниров Открывать новые весовые категории Запускать новые форматы Такие, как Dana White Contender Series Это же вообще было прикольно Когда только появилось Это было охуенно Тебе не нужно всю неделю ждать Когда, блядь, будут турниры Ты конкретно получал В течение сезона Каждый вторник Мини-турик С проспектами А там в первых сезонах Вообще было охуенно Там в каждом карте Чемпионы Farm League Там Legacy Fighting Alliance Всяких Титанов Там проспекты какие-то Европейские, соответственно И так далее Появлялись Ребят, я вижу, что вы поднимаете руки Но я не буду, возможно, здесь задавать Голосовые вопросы Вы, если что, пишите их в чат Я читаю, вижу Я там на них отвечу Вот, еще раз напоминаю Это как подкаст Чисто в таком голосовом формате Если вы прям В отзывах, комментариях Потом на ютюбе напишите Что типа А-ля, блин, хотелось пообщаться Что-то сказать Я в следующих выпусках Если буду продолжать эту тему Я рассмотрю только вариант Но на первый раз нет Сорян Если что, просто пишите в чате Сплита Я все читаю Там отвечу Ну, здесь отвечу На вопрос, написанный там Вот, то есть Чтобы вы понимали просто Масштаб организации Масштаб данного айта Во-вторых Момент следующий Просто я когда начал смотреть UFC Мы сейчас планомерно Переходим к величию Той темы, которую я затрагивал Вот на сплите В голосовых сообщениях Там на днях Сегодня, вчера И так далее То есть Ранее Мерилом Успешности Величия бойца Вот в целом Глобально Было то Является он чемпионом Или нет Ты мог быть суперуспешным Хайповым Там победителем И так далее Но если у тебя нет пояса Ты всегда на одну Две, три, пять ступенек Ниже, чем чемпионы А уже далее У чемпионов Определялось их величие За счет того Сколько защит пояса Он провел То есть Всегда Основным критерием В обсуждении В медиа В журналистах В рейтингах И так далее Всегда роляло Количество защит пояса То есть Это был основной критерий По которым Сравнивали Соответственно Чемпионов Сколько защит у Сен-Пьера Сколько защит У Андерсона Силы Сколько у Джона Джонса А там Проигрывал кто-то Там или не проигрывал То есть Зачастую Когда сравнивали Допустим Андерсона Силы И Сен-Пьера Ключевым фактором Который допустим Склонял Любители ММА Фанатов В сторону Андерсона Силы Был в том Ключевой фактор Что Жорж Сен-Пьер По ходу своей карьеры Он проигрывал Его Мацера На халяву вырубил Был такой эпизод Был И то есть Да он впоследствии Пояс забрал Но тем не менее Тем не менее Но потом уже Когда соответственно Вдруг оказалось Что медийным людям Нужно там раскрутить Например там Какого-нибудь чемпиона Который очень важен Для восточного рынка Начали применять Уже другие критерии оценки Ой посмотрите Он самый доминирующий чемпион Схуя ли вообще Эти слова можно связывать Если у человека Там одна Две-три защиты пояса Это просто смешно То есть Как бы в оценке чемпиона Вдруг Начали учитывать В целом Всю его карьеру Но это трошатина Так спокойно Можно было вспоминать Например Лиана Барао Который там До серии С 30 побед подряд Бился в UFC Там ебайте И был чемпионом Также с двумя Тремя Четырьмя Там защитами пояса Его никто не называл Блять Паунхо Паундом Его никто не Называл Там пиздец Там звезда какая-то И так далее Такого не было Поэтому немножко Начали переиначивать И это конечно же Неправильно Абсолютно Потому что Все что было До UFC В основном Особенно когда пришла ЮСада Очень четкое разделение Появилось Хуй знает С кем ты там дрался Как ты дрался Там чекали Тебя на допинг Или нет Это не ебет Вот в UFC Ты сейчас пришел Здесь такой мир Здесь свои правила Здесь свои условия Здесь типа А-ля нормальное судейство Здесь типа Более квалифицированные Рефери Здесь меньшая Вероятность 3-2-2 То есть я уже Объяснял Неоднократно Что в UFC Не может быть 3-2-2 В классическом понимании Этого смысла Когда типа А-ля организация Замешанная Там создание Подставных матчей Это просто Нереально Даже представить Это отдельная тема Для разговора Если для ябланов Каких-то нужно Дополнительное объяснение Вот Я Собственно Расскажу И объясню Если вдруг Кому-то Это до сих пор тайно Почему в UFC Не может быть договорников В таком Именно в классическом Варианте Так вот В общем-то И в UFC Так же Ты когда бьешься И обычный рейтинговый бой Это 3 раунда 3 раунда И при этом Тоже может быть Кто-то не знает Но Когда ты Выступаешь В весовой категории До 155 фунтов То есть Легкая весовая категория А на фунтах 155 Если поединок Не чемпионский То ты имеешь право На перевес В 1 фунт А это 450 граммов Но если ты Чемпион Ну или там Претендент В мейн-ивенте Ты во-первых Вынужден готовиться Потенциально На все 5 раундов А это почти В 2 раза больше Дистанция И у тебя Права на перевес Нет У тебя просто Нет этого права Самое главное Что если В рейтинговом поединке Дерешься Там да Условно Подрался Ну типа С перевесом Допустим Выходишь Ну окей Тебя там Штрафануть На какую-то Часть твоего гонорара Если вы Оговоритесь Да базаритесь Если ты Соответственно Будучи чемпионом Или претендентом Не делаешь вес То ты автоматически Лишаешься права Претендовать На этот пояс Вообще То есть Сам статус Чемпионского поединка Он отличается В 250 миллиардов Хулярдов Раз По важности По моральному напряжению По физическому напряжению То есть Те люди Которые в принципе Даже не то Что сами гоняли А хотя бы Видели вот эти Видосы Там особенно Всякие Хабибовские Про то Какая чудовищная сгонка Вы представляете Разница В 450 Блять Граммов Что ты вот К одной подготовке Ты можешь Не сгонять Блять Лишний пол КГ Это пиздец Как в мелких категориях Реаляет Просто Я ебал Вот Поэтому Как бы Вот И когда говорят Вдруг Что боец У которого Там Две-три защиты Вдруг становится Паунд-фу-паунд При живом Там условно Джонни Джонсе У которого Хулияр Чемпионских Поединков Блять В UFC Который Перехуерил Три поколения Бойцов Стал чемпионом В двух весовых Ну это просто Смешно Это просто Это настолько Оторвано От реальности Это настолько Попытка натянуть Сову на глобус И придумать Какой-то Манимирок Что опять же На это все Реагируешь Абсолютно Со смехом При этом На самом деле Вот что такое Величие Я тоже объяснял На примере Перейры Да допустим То есть Когда интересно Наблюдать За бойцом Когда он Перед собой Ставит Постоянно Новые вызовы Постоянно То есть Там допустим Перейры Приходит в ММА Да В мир ММА С достаточно Богатым Длительным Кикбоксерским Бэкграундом И у всех Конечно же Вопросы А как он Вообще Себе будет Чувствовать В клетке Это же Другой формат Другая продолжительность Раундов Тут как бы Бороться В принципе Люди умеют И могут Да Что он будет С этим делать И тем не менее Он там прорывается Да Можно сколько угодно Рассказывать Про зеленые коридоры Про удобных соперников Шансы дают Всем Фактически Плюс-минус Что-то Если представляющим бойцам Редко Кого-то сразу Кидают под танки И так далее И так далее Даже на примере Анкалая Я это объяснял Как это происходило У него Одному из своих Подписчиков В телеграме И Суть-то в чем Он прорвался Прорвался До боя за пояс Плюс отдельная Была предыстория С Адесани Там и все остальное В общем Он стал чемпионом В среднем весе Да Он проиграл Этот бой Он проиграл Адесани Но он не Стал Дальше Пытаться Драться В этой категории При условии Тяжелой вес Гонки Там и все остальное Что он сделал Он пошел дальше Он пошел выше В полутяжи Где более здоровые Ребята И все остальное Да Там типа О Блоховича не победил Булщит Тем не менее Он его прошел Он получил бы Возможность Подраться за пояс Он снова стал чемпионом И что самое главное Он за полгода За полгода Он провел Три титула В поединке Он две Две защиты титула Прорвел меньше Чем за полгода Две блять Защиты титула Он уже провел То есть человек Себе в принципе Уже в историю UFC вписал Став одним из Немногих Двойных чемпионов Когда человек Умудрился стать Чемпом Двух весовых Да Но не одновременно И так далее Это уж совсем Запредельная история Для немногих Но так или иначе И таких людей Можно на пальцы Двух рук Перечитать То есть как бы И он для себя Бросает постоянно Новые вызовы Он не успел подраться Тут уже идет Какое-то обсуждение Того Что он может подраться В тяжелой весовой категории То есть когда впереди Есть какая-то вершина Это всегда привлекает Огромное внимание И вот это То самое величие Это тот самый интерес О котором Соответственно Мы всегда говорим И то чего мы ждем Если нет интриги Интереса нет И это проблема Махачева На протяжении Всей его карьеры Никакой интриги нет Единственный бой Который реально Представлял Какой-то прям интерес Это поединок Против Оливейры И то Многие Оливейры списывали И вполне закономерно Понятно Но тем не менее Оливейры Там сам чемпион Туда-сюда Рекорды по количеству Сабов UFC То есть какая-то история С Фалкановским При условии Что чувак поднимался К нему из категории ниже И нельзя было Это назвать Полноценным переходом Когда там люди Выделяют полгода Год Даже не полгода Год-два На перестройку Каких-то там Своих пищеварительных Процессов И всего остального То есть вызова нет И его бой Например Против Эдвардса Всерьез Особо никем Как бы не обсуждается Ну в общем Это отдельная история И даже если мы возьмем Того же самого Джона Джонса Вот сегодня Например в чате Писали люди Вспоминают Джонса Что вот он Кто-то спросил Почему Джонс Такой крутой Ну и на пальцах Объяснил Один из подписчиков Типа блять Он ебать Стал самым молодым Чемпионом В истории UFC 23 года Он там перехерачил Три поколения бойцов Все остальное Но Но Как Джонс Стал чемпионом Почему он получил Такую возможность 23 года Должен был состояться Поединок В котором Шогун Ро Должен был защищать Пояс Поединки Против Рошада Эванса Рошад Эванс Буквально Вот только-только Не так давно Появился Он выходит Против там Чемпиона Легенды И всего остального На коротке То есть там Да Не переживая за то Что его нолик Может пропасть Там или что-то еще Случится Он видит шанс Он его берет Он выходит И уничтожает Нахуй Просто нахуй Уничтожает Шогу на Ро Вот Как бы Ну Когда я говорю Непобежденный Я не вспоминаю Вот эту ебучую Дисквалификацию Которую абсолютно Там из-за Непрофессионализма Рефери Была сделана Как бы Это Это даже не обсуждается Это как поражение Типа в гран-при Федора Когда из-за сички Ему не дали продолжить И это типа А-ля там Поражение Все остальное Нет Это не так работает Вот То есть Джонс Еще раз повторяю Вот Начало его Великой карьеры Именно Как чемпиона Случилось тогда Когда он рискнул Не зассал И Воспользовался На 100% Полученным шансом А другие люди Собственно Получают в итоге Шутки Про геносторожности Которые превращаются В мем Которые на слуху Просто уже Не просто в бойцовской среде А вообще Но мы же понимаем Что не бывает дыма без огня Вот Поэтому как-то так И Только когда боец Ставит себя В невыгодное положение Только когда Он Соглашается На какие-то Авантюры Только когда Он постоянно Ставит перед собой Новые вызовы Только тогда Он получает Действительно Настоящее величие И Только таким образом Действительно Мы получаем Легендарных бойцов И Просто шуточное Сравнение было Между Перейра С Махачевым Оно началось с того Что я просто На канале написал Ебать Чувак За полгода Три титульника провел А мне что-то рассказывают Про ПФП Махачева И что-то начали Типа там Кто-то там смеяться Там туда-сюда Что типа Вода Как Можно их сравнивать Да я не то Чтобы даже сравнивал Но просто Ну Как бы чуваки Типа Блять Ну вот если сейчас И Перейра И Махачев Который является Типа а-ля там Паунфа-паундом Для кого-то Да Вдруг закончат карьеру Вот прям сегодня То есть Перейру Реально там Через годы Будут вспоминать Типа Ебать Был Чувак Нахуй Чемпионом Двойным стал В среднем весе Вырубал В тяжелом весе Вырубал А Махачева Нахуй Никто не вспомнит Ровно так же Как Хабиба Нахуй Никто не вспоминает Блять Только по праздникам Четверг Когда кто-то Из его родственников Или одноклубников В клетку выходит Всем по хую Вообще Поебать На него Абсолютно Пройдет еще год Два-три Вообще Насрать будет На Хабиба Самая главная Новость Последние дни Про Хабиба Это то Что он налоговой Задолжал Почти 300 лямов Все Блять Просто все Ну и заставили Ему там Что-то высказаться На тему Терактов В Дагестане Все-таки Высказался Там Какие-то вещи Более-более Неправильные Высказали Все Никому нахуй Не нужно Его даже там В обсуждении В каких-то сравнениях Там Или в чем-то еще Вообще не вспоминают Неинтересен Ну Как вы видите Это я говорю С учетом того Что я Получаю информацию В основном Из западных ресурсов То есть у меня Есть Твиттер Вот у меня тоже Люди спрашивают Очень многие Когда я особенно Активно раньше Постил Какие-то анонсы Там допустим Да На канале В телеге Или Вконтакте Когда я там Какие-то вещи Публиковал Или рассказывал Когда более активен Был в медийной сфере У меня многие люди спрашивали А где ты инфу берешь Где ты инфу берешь Я ебать В Твиттере Ну У меня аккаунт В Твиттере Уже там 10 лет создан Я подписан На все основные Западные ресурсы Всякие ММА Джанки ММА Файтинг Блади Элбл Там Все на свете Вот прежде всего Меня интересует Если мы интересуемся Западной ММА Меня интересуют Западные ресурсы А не то Как наши якобы Блять Журналисты ММашные Берут эту инфу Пережевывают Нахуй И выплескивают В не очень сообразительные Головы там Да Наших молодых фанатов В основном В основном Такая же аудитория В итоге люди Хуй не услушают Всякую Типа знаете Как был момент Что Стивен Томпсон Должен был драться Против Мишеля Мишеля Перейры Вот В итоге Мишель Перейры Не сделал вес Томпсону Начали предлагать Соответственно Давай там Договоримся На какой-то процент От гонорара Там туда-сюда Там 20-30 процентов Он выйдет с перевесом И Томпсон Отказался Типа нет Я не буду драться Против него с перевесом Ну и ему Как бы Организация сказала Ну и все Иди нахуй Боя нет Денег нет И люди Соответственно Понесли Комментаторы Тогда помню В прямом эфире Это было дело На тему того Что вот Блядь Организация Пидорасы Кинули бойца Короче Бабаки заплатили Они должны были Они должны были Ему дать Денег Он же Типа Вес Сделал Это просто Вот это как раз таки То непонимание Людей Которые работают В этой сфере Казалось бы Не первый год уже Они должны Такие вещи понимать Что UFC По контракту Если бой не состоялся Они вообще Никому не обязаны Ничего платить Нет у них Таких Обязательств Но Сам Дана Уайт Прежде всего Человек Разумный Понимающий И если например Бой Должен был состояться Один например Из бойцов Делает вес А второй нет И там соскакивает Не знаю Плохо ему Обосрался Печень отказала То просто По доброте душевной Тому чуваку Который реально Подготовился Который подошел Ответственно К этому делу Который сделал вес Ему выплачивают Гонорар Красавчик Вот что тебе положено Это чисто По доброте душевной Но люди Которые Казалось бы Работают в этой сфере В медийке Наши Специалисты Они в итоге Такую хуйню В уши вкручивают Блять Тем кто Не так давно В этой теме И не понимает Происходящего Что я уже Заебался За этим наблюдать Я почему собственно Не читаю Уже никакие Паблики Давным-давно Я не слежу За другими Какими-то каналами Ставочными Не ставочными Я никого не смотрю Потому что там Долбоеб На долбоебе И долбоебом Погоняет И всегда так было Блять Это просто Страшное Страшная Хуйня Насколько люди Не хотят Вообще Ничего Понимать В этой жизни Поэтому Как-то так Если опять же Будет желание Буду какие-то вещи Более акцентированно Освещать Проговаривать Просто я это перестал делать Потому что Мир-то ММА В принципе Особо сильно не меняется Ничего нового Не происходит То есть Эти базовые вещи Они как были Так и есть Касаемо правил Что можно Что нельзя То есть Я же специально Даже заморочился Я перевел Свод правил Касаемо нарушений Как считать В позиции На земле Не на земле По новому Мунифицированным Как трактовать То событие Как трактовать Это Кому это Нахуй надо Блять Никто не хочет Никать А постоянно Повторять Одни и те же вещи С годами Просто заебало Но если Опять же От аудитории Будет запрос Если вдруг Кому-то Опять надо Будет объяснить На пальцах Почему договорников UFC не бывает Блять Или почему Вот например Там Томпсону Денег не дали И это нормально Блять Или почему Это вдруг Нахуй Блять Вот этот боец Не паунт Потому что Это бред Блять Да А почему Например Вот здесь Вот так Вот получилось Ну короче Вот эти Всякие Разные вещи Можно же Вообще Очень скептических Тем затрагивать Как например Многолетняя работа Матчмейкеров UFC В свое время Привела к тому Что все Чемпионы UFC Стали в том числе И линейными Чемпионами В мире ММА Это тоже Очень отдельная История Вот для момента Давно еще Несколько Статей интересных Прочитал То есть Этот термин Взяли из бокса Заключается он в том То что Если например Где-то Допустим Там в Японии Впервые прошел Бой Чемпионский Весовую категорию Условно до 66 То считается Что вот этот первый Чемпион Неважно Сколько бы Замухрыцкая Эта организация была Он является Типа линейным Чемпионом Самым первым И этот статус Ему переходит От него К тому Кому он проиграл И так далее Даже если другой Боица Потом уходит В другую организацию Вообще не за пояс И дерется Просто рейтингов Поединки То есть все равно Он остается Типа линейным Чемпионом И вот реально Это очень отдельная История с разбором Но вот каким-то образом Там опять же Постаравшись Матчмейкеры UFC И конкретно Даны Я так думаю Как основной фанат ММА в мире Потрудился И сделал так Что все чемпионы UFC Стали линейными Вот как-то так Но это отдельная история Короче вот Такой примерно выпуск О разном поговорил О разном рассказал Пишите опять же Ну уже даже не здесь О комментариях на ютюбе Если на канал На ютюбе Подписывай Свои пожелания Отзывы буду учитывать И может быть да Действительно Больше контента Буду пилить Как-то так Всем спасибо за внимание Тут какое-то количество Людей залетало Смотрело Вот Слушало Надеюсь было Хотя бы чуть-чуть интересно Всем пока